В Петербурге минимум шесть человек получили повестки с требованием явиться в военкомат после того, как они возложили цветы к стихийному мемориалу Навального, которые по всей стране организовались после его гибели, после его убийства в колонии. Одну из таких повесток опубликовал Григорий Свердлин, основатель антивоенного проекта «Идите лесом». Этот проект помогает людям, которые не хотят идти на войну, избежать этого, либо дезертировать, если они уже там оказались. Естественно, мы имеем в виду войну в Украине. Ее, эту повестку вручили 27-летнему парню, который уже не попадает, насколько мы понимаем, в категорию призывников. Что это вообще такое получается? Что это за странная форма мобилизации? Спросим Ивана Чувеляева, пресс-секретаря проекта «Идите лесом». Иван, здравствуйте. Да, здрасте. Вот эту повестку, которую конкретно «Идите лесом» опубликовал. Мы видели, в других изданиях есть еще. Сообщают, что как минимум, инсайдер, например, сообщает, что как минимум шесть таких повесток в Петербурге. Что это? Акция устрашения? Или они реально хотят, чтобы этот человек пришел и потом отправился на войну, например? Ну, смотрите, во-первых, да, таких повесток много, и даже нам поступала не одна и не две таких повестки. Сообщений много о том, что подобные вещи делают. А вот насчет что это, здесь как бы все на самом деле абсолютно ясно, никаких секретов нет. Мы уже достаточно давно пишем о том, что теперь, видимо, новая стратегия пополнения российской армии, и новая стратегия принуждения к подписанию с ней контрактов, это как раз через полицию, через всякие разные принуждения тех, кто попал в руки полиции. Сначала это опробовали на гражданах других стран, скажем так, на гражданах Центральной Азии, которые приезжают в Россию работать. Их ловили, и говорили, либо подписываешь контракт с Министерством обороны, либо садишься. Дальше, соответственно, стали это отрабатывать на всех прочих, и у нас буквально недели не проходят без очередного кейса с человеком, которого за что-то задержали, за что угодно, на самом деле. И дальше ему, соответственно, выдают в качестве варианта предлагается повестка. Иногда это делается в момент задержания. Иногда, пока человек сидит, скажем, под следствием, иногда это вообще делается в момент, когда он уже под судом. И вроде как все идет тихо, спокойно, и никто ему не собирается никаких страшных сроков давать, но потом внезапно прокурор запрашивает максимальное наказание по той статье, за которую его судят, и ему говорит как бы вот дружески, а давай ты подпишешь контракт с Министерством обороны, а мы сделаем вид, что и дело нет, или получишь условный срок, и все будет хорошо. Так что просто полиция решила расширить зону применения вот этого своего омерзительного ноу-хау последних, ну, я бы сказал, трех месяцев. Да, ну, Ивана, все-таки те, кто возлагали цветы к мемориалам Навального, согласитесь, довольно специфичная аудитория. Ну и вообще как-то, если мы, конечно, с рациональной точки зрения подходим к вопросу, вообще вот таким вот методом действовать, это не то, чтобы многое даст. Ну, у вас есть какие-то, может быть, кейсы людей, которые с этой повесткой пришли и только потом очнулись и решили, значит, никуда не ходить далее и всячески сопротивляться тому, чтобы уйти на войну? Я просто хотела спросить, как они рассчитывают на эффективность этих повесток? Они реально рассчитывают этих людей забрать куда-то на фронт, что они пойдут, что они там как-то подчинятся этому? Ну, здесь есть две вещи. Во-первых, полиция руководствуется в данном случае, очевидно, принципом «я человек простой, вижу, что мне кого-то можно задержать, даю ему повестку». Во-вторых, и в главных, на самом деле, логика-то тут такая, что полиция как в момент мобилизации, простите, полтора года назад, так и теперь рассчитывает на то, что какие-то зазевавшиеся граждане все-таки ей попадутся. Они не очень хотят изгаляться, они не очень хотят придумывать что-то сложное. Поэтому, ну, как бы, да, ну, разошлем миллиард повесток, условно говоря. Из них на десять кто-то отреагирует, а по пяти кто-то явится. Ну, и замечательно, и этого будет вполне достаточно. Какая разница, сколько мы этой бумаги истратим? Нам что, леса надо беречь? Нет. Вот они как бы руководствуются, видимо, таким принципом, что закинем нево, да, что попадется, то попадется. Вот в данном случае они действуют ровно так же. Я могу только молодым людям, не дай бог, которые эти повестки могли сейчас получить за возложение, будучи задержанными, господи, за возложение цветов и за то, что они плакали. Они, я им могу только напомнить о том, что даже теперь за неявку по повестке, даже за подписанную, за какую угодно там врученную, полученную хоть на госуслугах, хоть где, в общем, за неявку в военкомат по повестке по-прежнему только административное наказание, поэтому, в общем, имейте это просто в виду, когда вы оцениваете риски, что вот как бы на одной чаши весов у вас тысячи рублей, на всякий случай напомню, а на другой чаши весов ваша жизнь и ваша совесть, и судьба ваших близких вообще. У меня еще один уточняющий вопрос. Опять же, я подхожу, конечно, с какой-то рациональной точки зрения, чтобы понимать, что происходит. Сейчас же нет призыва, и вот повестку получил человек, которому 27 лет, и он вроде как вообще ни под какие призывы не должен попадать. И мобилизации как бы новой волны нет, по крайней мере, ее Путин явно не... Мы знаем все, что закон, конечно, еще действует, и никакую демобилизацию он тоже не объявлял. Но вот это как назвать? Вот это вот все... Вот та самая пресловутая ползущая мобилизация, она привела вот... Сейчас приобрела вот такую форму, правильно понимаете? Да, да, абсолютно. Она постоянно меняется. Почему мы и говорим бесконечно о том, что мобилизация не кончилась, что ничего хорошего в этом нет. В том, что нет никакой всеобщей мобилизации. Путин не сидит в телевизоре и не орет каждые 15 минут, что Розина в опасности. А несет свою ахинею, продолжает бубнить свои учебники по истории для первого класса. Тем временем мобилизация меняет свои формы, она может тех коснуться этих, заключенных, граждан других государств, кого-нибудь еще, кого-нибудь еще. И так она понемножечку, понемножечку, понемножечку адаптируется, как такая опухоль или вирус, если угодно. Вот он привыкает к разным условиям меняющимся, ищет какие-то вот труднодоступные уголки, куда ничего не проникнет. Это такая зараза, самая настоящая. Кроме того, да, призыва нет, мобилизации типа нет тоже, частичные, это и самые невероятные. Но в инкоматах же постоянно, там же необходим какой-то, вот у них прям порядок нужен, они же не могут без него жить. То есть вдруг, внезапно, они вполне могут вспомнить о том, что батюшки света, у нас тут вот эти вот конкретно полутора, на этих полутора тысяч человек, у нас документов нет, нам же надо срочно уточнить прям вот сейчас, не раньше, не позже их данные. Поэтому вы, пожалуйста, придите, уточните свои данные и принесите, не знаю, паспорт, свидетельство о рождении, права, а что вот черта в ступе еще принесите, вот все, чего у вас есть, принесите нам, потому что нам вот прям вот сейчас конкретно в момент, когда вы раздавлены новостями, необходимо срочно на вас какие-то бумажки заполнить. Поэтому как бы повод здесь на самом деле не имеет значения, что они там напишут в этой повестке для уточнения данных, для сверки, потому что надо проверить, учитесь ли вы по-прежнему в том институте, где вы учитесь, якобы по их, соответственно, бумажкам, или может вы не учитесь, где вы прописаны. В общем, они найдут миллиард причин, зачем вас надо вот прям сейчас затащить в военкомат. Но смысл в том, просто чтобы вы там оказались, чтобы этот порог перешли и были в их распоряжении. А дальше, уважаемые, они могут все что угодно с вами делать, паспорт-то у них. Понятно. Перед тем, как перейти к следующей теме, которую я хотела с вами, Иван, обсудить, тоже очень важной, я хочу сказать, что больше 7 тысяч человек нас сейчас в прямом эфире смотрят. И я не просила у вас лайков, уважаемые наши зрители. Спасибо вам, что смотрите, но будет еще и отдельное от меня спасибо, если поставите лайк. Не ради нашего с шеф-редактором этого выпуска Юрием Белятом-Тщеслави, а ради того, чтобы Ютуб как можно большему количеству зрителей предлагал нашу трансляцию. И вы лайкаете, он понимает, что нужно это делать. И подпишитесь на Ходорковский лайф, чтобы два раза не вставать тоже прямо сейчас. Ивана, была новость вчера тоже от «Идите лесом», что в 10 раз увеличилось количество желающих дезертировать из российской армии. Можете об этом подробнее рассказать? Что так повлияло? Потому что казалось, что и в прошлом году довольно большое количество дезертиров, желающих, нежелающих воевать. Особенно среди тех, кто пришли на фронт, увидели какой там кошмар не только в смысле, что там надо убивать и умирать, а просто элементарно там им ничего, условно говоря, не подготовили, ничему не обучили. И это смерть, условно говоря, с голой жопой, простите мне это выражение. И от этого шока было большое количество дезертиров. А сейчас-то почему? Ну, не совсем от этого шока. Я бы сказал, что там много разных факторов. Во-первых, я хочу все-таки уточнить, что в 10 раз увеличилось число желающих дезертировать не за месяц, не за день, не за неделю, а за год. За год, да. Это было 20 человек год назад, в прошлом январе, в этом январе более 200. Произошло это по ряду причин. Во-первых, потому что первое и главное из них заключается в том, что появились просто возможности для этого. Тех, кого мобилизовали в сентябре 2022 года, им стали бы немножко как-то со скрипом надавать отпуска в мае, в апреле, мае, июне. И они из этих отпусков не возвращались. Вот вам, пожалуйста, рожка числа дезертиров. Во-вторых, были, простите за мой цинизм, очень жестокие бои в, опять же, апреле, мае, июне, июле. А жестокие бои – это огромное количество раненых. И те, кто получал ранения, они оказывались в госпиталях, получали отпуска, после отпусков пытались уволиться, понимали, что уволиться они не могут. Вот военно-врачебная комиссия ставит им категорию годности, какую надо, вне зависимости от того, какое у них ранение и чего у них, простите, в организме и в теле уже не хватает на сегодняшний день. И, соответственно, тут у них, опять же, открывалась возможность просто тупо не возвращаться в часть. А в-третьих, ну, извините, спрос рождает предложение, потому что появилась некая критическая масса людей, которым необходимо для того, чтобы дезертировать, выехать с оккупированных территорий, с этих проклятых республик, да? Не признанных. Ну, вот появились люди с машинами, которые за большие деньги, рискованно, но все-таки вывозят их, как обычные таксисты, с территории ЛДНР на территорию России, и их услуги тоже, в общем, здесь, наверное, сыграли свою роль. Потому что, поэтому, на мой взгляд, это все-таки вопрос именно возможностей, да, и того, что есть, простите, опять же за цинизм, инфраструктура для дезертирства. А так-то, я думаю, что они бы дезертировали с радостью в момент мобилизации, если бы была малейшая возможность для этого. Но вот она появилась, к сожалению, несколько позже, и число тех, кто дезертирует, абсолютно никуда не падает и никуда не уменьшается, что показывает и наша практика, и, скажем, число дел за самовольное оставление части, которое никуда не девается и тоже растет. Поняла вас, Иван, спасибо большое, что сегодня пришли к нам прокомментировать текущую новостную повестку по этой теме. Я только добавлю, что, конечно, как всегда, ссылка на бот проекта «Идите лесом» будет в описании к этой трансляции. Уже есть, уточняет шеф-редактор нашей программы, к этой трансляции. И если у вас есть вопросы и вы хотите избежать попадения на фронт, то всегда можете обратиться к проекту «Идите лесом». Вот Иван не даст соврать. Спасибо еще раз вам, что пришли. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Это не только благодарность за работу всей команде «Ходорковский лайф», но и помощь в распространении трансляций и роликов. И обязательно подпишитесь на «Ходорковский лайф», если почему-то до сих пор это не сделали. Не иначе, как недоразумение.